Троевые детали становятся известными только сегодня. Было специальное место на луноходе для космонавта, который мог и сам взять на себя управление ручное. И в основном рассчитывали на дистанционное управление этим луноходом для транспортировки космонавта. Советский космонавт должен был высаживаться на Луну в гордом одиночестве. Вот на таком корабле. Дело это было крайне рискованное, поэтому предполагалось забросить на Луну еще один резервный корабль, на котором космонавт в случае каких-либо неприятностей смог бы вернуться обратно. А добираться до запасной кабины он должен был на луноходе. С их помощью планировали подбирать и места для будущих посадок на Луну. Редкая фотография с экипажем лунохода космонавт Валерий Быковский. Быковского и его коллегу Виктора Горбатко направляют на работу с луноходом не случайно. Оба они кандидаты в полет на Луну. Нас с Быковским командировали туда, чтобы мы познакомились поближе с луноходом. Это была как бы первая разведка. Я почему-то в тот момент больше думал о том, что если я буду на луноходе, то я им сам буду управлять. Понимаете, я космонавт. А космонавт все в жизни хочет испробовать сам и сделать сам. Но с луной ничего не получается. Одна авария следует за другой. Сейчас вы видите, как к старту готовят самый первый луноход. Его устанавливают на посадочную платформу, с которой он должен съехать на Луну. Вот проверяют трапы. Кажется, все в порядке. Но в феврале 69-го этот луноход погиб вместе с ракетой. Всего лишь после 50 секунд полета. Мы были настолько все взвинчены. И вот обескуражены теми неудачами, которые у нас были. И Бабакин-то, он вообще на волоске висел. Снять его могли в любой момент. Потому что каждая неудача, это аварийная комиссия. Это, в общем, поголовки никто не гладит. Мы себя чувствовали очень неуютно. Тема всех интересовала. Но интересовал весь народ. Было очень много писем от населения. Писали. Ребята, не хватает денег. Ну, скинемся мы по трояку. 250 миллионов. Разумножить натрите 750 миллионов рублей. Вам хватит? Но в Кремле понимают, луноход все же будет довольно сильным ответом на лунные успехи американцев, которые к тому времени уже побывали на Луне. Требует только одного. Быстрее. 10 ноября 70-го года стартует станция Луна-17. И через неделю ее спускаемый аппарат вместе с луноходом совершает мягкую посадку в районе моря дождей. Сейчас вы слышите уникальную запись, которая была сделана в центре управления полетом. Последние секунды перед посадкой на Луну. Высота 1920. Деньги. Поворот по вертикали норма. Работает нормально. Есть косы на него. Мы сели, радость, конечно, огромная. Все остальные уже гуляли и звонили нам из гостиницы, когда же вы придете, потому что уже все, значит, остывает или наоборот нагревается. Но для экипажа работа только начинается. Водитель Геннадий Латыпов осторожно подает ручку управления от себя. Через несколько секунд луноход медленно съезжает на Луну. Экипаж торжественно рапортует. Луноход коснулся поверхности Земли. Оговорку замечают не сразу. Волнение в центре управления в тот момент достигло своего пика. Открывается солнечная батарея. И начинается зарядка аккумуляторов. После зарядки аккумуляторных батарей луноход начинает осуществлять программу научно-технических исследований. Луноход двигается очень медленно. Средняя скорость километр в час. Хотя экипажи пытаются подгонять. Наши большие руководители на уровне, ну, таких, ну, будем говорить по армейски, генералов, почувствовали, что они тоже в этом деле вундеркинды. И нам такое предложили. Что это у вас, луноход или луна-тумба? Что мы шли напропалую, ну, как это самое, сабли нагло и вперед. Кстати, ехать быстро было просто невозможно. Не позволяла небольшая лунная сила притяжения. Луноход бы просто перевернулся. Точку в подобных разговорах поставил сам Бабакин. Предложили Георгию Николаевичу, чтобы, мол, ну, что ж у него скорость такая, давайте побыстрее, мол, сделайте. На что Георгий Николаевич сказал, что быстро только вот начал ткать.